На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомельская энергия уступила строителю в домашнем матче чемпионата Беларуси по волейболу. Встреча с одним из сильнейших клубов страны прошла на паркете спорткомплекса «Локомотив». В результате упорной борьбы матч завершился победой столичной команды 3-0. После поражения в 13-м туре гомельчане продолжают занимать третью строчку в таблице чемпионата. Гомельчанин Вадим Панков завоевал серебро старейшего европейского турнира по боксу «Странжа», который прошел в болгарской Софии. В финальном поединке наш земляк проиграл украинцу Александру Хижнику. В этом году за награды боролись около 300 боксеров из 30 стран. Для белорусских спортсменов турнир стал этапом подготовки к олимпийской квалификации. Европейский старт пройдет в Лондоне с 13 по 23 марта, а всемирный турнир примет Париж с 13 по 24 мая. Беларусь-Болгария. 10 лет сотрудничества на пути боевых искусств. В Гомельском центре восточных единоборств прошли международные учебно-квалификационные сборы по киокушинкан-карате. Инструкторами выступили представители Болгарской и Белорусской Федерации. В том числе и абсолютный чемпион мира по киокушинкан Захарий Дамьянов. На четырехдневные сборы в Гомель приехали около 100 каратистов из Болгарии, а также Минской, Брестской и Гомельской областей Беларуси. Самому юному участнику 12 лет. Возможностью поучиться у лучших воспользовались как дети, так и взрослые. В программе сбора мастер-классы по боевой технике, работе с шестом и на мячах. Я в Беларуси первый раз. Впечатления отличные. На мастер-классах все выкладываются на 100%. А это залог успеха каратиста. Хочу отметить, что ваши ребята – частые участники болгарского международного тренировочного лагеря. Поэтому здесь хоть и впервые, но вижу знакомые лица. В планах Гомельского центра восточных единоборств в этом году съездить на сборы в Болгарию. Первенство Гомельской области по общефизической подготовке по академической гребле среди юношей и девушек пройдет в Гомеле 30 и 31 января. За награды соревнований будут бороться команды из Гомеля, Мозыря, Светлогорска и Жлобина. Участники выступят в двух возрастных категориях – 15-16 и 13-14 лет. В программу включены тяга лежа, напрыгивание на гимнастическую скамейку, поточные прыжки и бег. По итогам состязаний будет сформирована сборная, которая в феврале представит область на республиканских соревнованиях по общефизической подготовке по академической гребле в Полоцке. В Гомеле пройдет спартакиада детско-юношеских спортивных школ по настольному теннису. В ней примут участие юноши и девушки 2005 года рождения. В областной центр приедут более сотни спортсменов. Стартует соревнование 30 января в 12 часов. Финалы и награждения победителей пройдут 2 февраля. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.